Я хочу сегодня, чтобы проще несколько стихов «Птылим», они относятся к нашему местному святому шариму, мы еще просто не разобрались. Это «тылим», они переводятся, это есть «тылим» по-русски, можно говорить. Ты сидел уже. Нет, это просто «тылим» по-русски. Я сейчас не помню точно какого-то места этого. Здесь может Сидор Вильню, на секундочку. Непрасно бы не приносили его. Если касаться точно. Попробуйте, вкусите, увидите, как хорош Всевышний. Насколько хорошо доля того, кто им прикрывается, полагается на него. Дальше говорится, «Из Ируэс Ашем, кто Ишов, кен Махсал Гараев, бойтесь Всевышнего и его освященный ему». Так нет недостатка тому, кто его боится. Дальше говорится, «Приходите, сыновья, и внимайте мне, я вас научу бояться Бога». Дальше следующая вещь. «Мия Иш Ахафец Хайм» «Кто желает жизни?» «Ой гэв йомым лерой стов» «Кто желает жизни? Любит дни? Любит видеть что-то хорошее?» «Кто желает жизни?» «Кто ли хочет хорошей жизни?» «Ой, они хотят хорошей жизни.» Дальше, «Царь Давид» следующее указание. «Нацола Шон Хамара хорини свой язык от зла» «Успаты хамейдабыра мирма» «И твои уста от обмана» Отойди от зла Восвятом делай хороше Бакеш шалом варатфел Проси мира И гоните них буквально Что здесь говорится реально Это то, что мы сейчас прочитали Это тема Это место, где мы сейчас находимся Я просто прочитал это место Он говорит так Начал на нашу Учитель до этого Он говорит, что истинное добро Что значит хорошо для человека в этом мире И в этом и в грядущем Это близость к Творцам Тут он говорит, что суть человека в этом мире Это исполнить заповеди Судить Всевышнему и выдержать испытания А вот удовольствие на этого мира Они нужны только как помощь и поддержка Для того, чтобы использовать то, что человек говорит, что нужно сделать Не просто, чтобы он не умер от голода Чтобы он также имел удовольствие в жизни Чтобы он мог быть равновешенным Спокойствием Чтобы он мог полностью обратиться к служению Есть только еще одно условие Что при этом, что надо же все И в обращение Он направлен целиком На служение Творцу Но еще одна вещь В том, что не было никакого другого замысла В том, что делать Пусть он был поступок маленький или большой Это только приблизиться к Всевышнему Дальше есть такие слова И разрушить все преграды, которые выделяют Его от Всевышнего Что за преграды? Все вопросы материального мира, которые вы можете поглазить Я хочу еще немножко просто объяснить Это то, что мы сейчас читали в Таилим Есть основа Я немножко вдумываюсь Все вещи Со всех наших удовольствий И удовольствий здоровых Не веду наркотики, не дай Бог Вот Всех наших удовольствий Когда человек хочет получить в жизни Он ощущает, получает его жизненную силу Еды, питье, другие вещи И сейчас это жизненную силу И реально То, что он говорит Мелех Давид Он много чего в жизни понимал Он говорит, что Кто-то по-настоящему хочет в жизни Мелех Давид Он должен себя отдалить от злоязычия От злоязычия Почему? Еще это коснуться одной очень принципиальной вещи Тут говорит наш Мелех Давид В целом Человек должен Есть вещи, которые вообще здесь не поминают Это напоминает Мелех Давид в Тили Тут Мелех Давид говорит С людьми Кошерным Сказать Не нужно говорить Что По крайней мере здесь Что Нельзя делать Вещи запрещенных Вещи дозволены Дозволены Они При этом являются Той преградой Которой Человек отделяет от Всевышнего Если боже Это неправильно Но Есть еще вещи Еще хуже Чем это 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 Оберот Когда мы нарушаем закон Тор И закон мудрецов Это Это самая Тяжкая Самая страшная Стена Отделяющая от Всевышнего Поэтому Когда мы говорим Сейчас Например Слова Царя Давида О том Что Кто желает жизни Что нужно делать Он должен Отдалить Свой Рот Свой язык От дурного языка Злоязычия А уст А уста его От Обмана Он должен Отдалить Себя от зла Я хочу Во-первых Коснуться Знаете Как известно Что Именно На этом месте На этом месте Основой Наш учитель Хавицхайм Назвал Свою книгу Потому что Вопрос Злоязычия То, что Максимально Делает Человек От жизни Давайте Весь Можем Объясним Почему Именно Это касается Именно Языка Может Нарушать Закон Тори Еще Многим Другими Другими Способами Кроме Языка Однако Скажем Так Изображение Но Делать Это так Эффективно Как языком Практически Невозможно Как Грехов Хавицхайм Человек Можется Одну минуту Наговорить 200 минут Нашинора 200 Слов Нашинора Еще один Способ Еще более Эффективный Обогатиться Злоязычием Это Например Какое-то Письмо На фейсбук Про Кого-то Что-то Я думаю Что Знаешь Что Так В этом смысле Это место Немножко Мукцем Махамад Мюз Не компьютер Есть Там Фейсбук Иначе Такое Очень Хорошо Я тоже Не знаю Но Слышал Это Мукцем Махамад Мюз Это Мерзение Почему Потому что Там Место Полно Полно Злого Языка Полно Злого Языка Каждый Может Высказ По-другому Никто Не слезит Мягко Говоря Так что Есть Сегодня Более Эффективный Чего Просто Язык Язык Который Транслевался Еще 200 Миллионам Одновременно Такие вещи Были Есть Но Почему Проблем Именно В языке Сказано В Торе Про Адама Про человека Стал Непиш Непиш Хая Непиш Хая Живая Душа Таргум Объясняет Что Непиш Хая Переводы Объяснения С этих слов Это Руах Мэмалала Дух Говорящий Дух Говорящий Особая Сила Человека Это Именно В его Речи В его Устах Или Вечно Просто Хорошо Понять Если Мы Реально Даже Давайте Увидим С другого Сторон С другой Сторон Медали Если Можешь Вдуматься Какая Была Сила Величайших Гнуснейших Тиранов Они Были Сильны Физически Они Начали С того Что У них Были Их Не Была Армия Поддержания Нет У них Была Сила Слова Сила Слова Сила Слова Они Вели Слова Миллионы И сотни Миллионов На Тяжелейшие На Страшнейшие Вещи Те же Выродки Ленин Сталин Гитлер Троцкий Они Были Прекрасными Ораторами Ему Сила Влияние Языком Влияние Языком Говорили В свое время Что Ежеботник Который Пошел Послушать Троцкого Троцкого Не возвращался Троцкого Сказал про себя Я Я не пошел Я не пошел И Тем более Мы Готовим Рубам Хорошая Страна Она Многократно Больше Переводит Раши В 500 Раз То Есть огромная Сила Слова Это Слово Святости Что такое Слово Святости Это Слова Торы Или Слова Молитвы Это Вообще Доброе Слово Сказать Кому-то Вот Это Остальная Сила Человека Это В его Словах И В чем Проявляется Вообще Возвращение Человека Нас Животным Руах Малала Дух Говорящий Приводит Роман Наше Единственное Главе Благичайшее Чудо Что Ослица Заговорила Ослица Белама Заговорила Благичайшее Чудо Не подобает Скоту Скот Не говорит Это Относится Именно К уровню Человека Руах Непиш Малала Непиш Хай Руах Малала И вот Тут Есть Особая Сила Когда Действительно Человек Своей Речи Он Прибляется Как творцу К его воле Когда Его речь Идет Вместе С волей Творца Когда Свои речи В своих словах Он раскрывает Волю Творца И Обращает Его К Творцу В молитве То Это Есть То Великое Достоинство Слова Которое 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 Язык Язык Воскресняется То Он Теряет Связь Со Всевышним Наш Язык И Мы Теряем Наши Натеряем Связи И Теряем Нарезинную Силу Нашего Говорящего Духа Скажем Так Первое Что касается В отношении Брать Преграды Женами Всевышними Это Рассказано Мейш Хаим Тоже Желает Жизни Натсор Это Слово Натсира Означает Очень Такую Очень Строгую Охрану Придирующего Охрану И Шмира Это Более Славая Вещь Натсира Это Очень Жестко Очень Это То Что Заповедовал Царь Давид Охрани Храни Свой Язык Тщательно Береги Свой Язык Потому что Наш Язык Он Оскверняется То Мы Отдаляемся От жизни Жизнь Она Хаим Берацойна Жизнь В его Воле Остан Жизнь Человек Он Находится В его Язык Он Может Оживлять Мир Он Может Губить Мир Потому что Здесь Приводили Что Как Тарабан Гамле Отправил Своего Раба Тови Здесь Кажется Учили Маса Ха Цука Вы Померяете Что Тови Был Толмитхохем От Третьего Пырак Отправил Его На Рынок Чтобы Купил Самое Лучшее Он Купил Язык Ади Купи Самое Худшее Тоже Купил Язык То есть Первое Мы говорим Просто О поводу Мехицот Разделения И Знаем Всевышний Касается Два Типа Мехицот Первое Это Злой Это 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 Буквально Речь Запрещенная Речь Оскверняющая Того Кто Говорит И Того Кто Слушает Это То Что Нашел Ховец Хаим В Таиле Меск Меш Ховец Хаим Тот Человек Который Есть Жизнь Нацов Он Хамара Береги Свой Язык От Зла Человек Он Припряется К Злу И Просто Поймем Тут Знаете Нам Надо Понять Одну Очень Очень Предзапеванную Вещь Мы Сейчас Тут Не Говорим Просто Что Можно Что Нельзя Разрешает Это Месква Это Небесква Вещь Гораздо Гол Более Глубокие Принципиалы Есть Жизнь Источник Жизни Это Вечная Жизнь Это То Что Называется Хаим Беррацойна Жизнь По воле Творца А Есть Жизнь В отрыве От этого Которая Вообще Не Жизнь Некоторое Пребывание И Для нас Все это Относится К категории Бахарта Бахаим Выбери Жизнь Выбери Жизнь И Еще Два Еще Добавлю Все Мы Хорошо Знаем Есть Понятие Уровень Жизни Обычно Я вкладываю Слова Уровень Жизни Сколько У него Есть Денег В кармане Или На счету Я Вынесла В кармане Другое Другое Понимание Вопрос Человек может Много Денег И Уровень Жизни Близок К нулю Почему Он Живет Не на Высоком Уровне Если Жизни У него Нет Вообще Это Не только Это Ноль Это Это Знак Минус Уровень Жизни Это Значает Уровень Как Человек Близок К Творцу И Насколько Он Живет Полноценную Жизнь Мы Все Понимаем Что Если Касаться Жизни Материальной И Жизнь Полноценная И Неполноценная И Жизнь Человека Которого Постоянно Болит Голова У него Вроде Все На месте Голова Есть Ноги Но Просто Голова Постоянно Болит Это Как Жизнь Материальная Не Очень Парни Допустим Даже Не дай Парни Отрезали Уже Как-то Жизнь Неполноценная Неполноценная Вот Точно Так же И Более Того Есть Всевозможные Ситуации Жизнь Человека Она В мире Материал Неполноценна Болезнь Такая Болезнь Такая Так Тайная Ситуация И Есть Также Полноценная Жизнь Духовная То То есть Когда мы Живем С Более Творца С Торой Когда Наша Голова Наши Сердца Наш Язык Он Погружен В Тор И Из Этого Погружения Мы Руководим Нашими Нашими Телами Прибиться Хорошему Небрному К Болит Творца Не наоборот То Это Жизнь Это Исполноценная Жизнь А Человек Реально Сейчас Живёт Сколько Так Даже Не на 20% Не на 25% А на Полтора Процента На 2% Это Есть Худшие Варианты Тоже И Главное Сейчас Говорим Реально Разрушении Перегородок Стен А Для Наших Наших Всевышний Нам Надо Еще Одну Вещь Надо В первую Заботиться Чтобы Эти Мехецов Эти Перегородки Мы Не Делали Они Очень Делаются Каждое Нарушение Это Причина Для Еще Одного Перегородки Перегородка Не просто Слова То Что Она Отделяет Нас От Жизни Жизни Идемте Дальше Есть Вещи Которых Может Быть Ну Место Не Знаю Но Думаю Что Люди Учат Торо Вещи Даже И Да Знать Сейчас Учат На Сайт Ктубот Насколько Помню Можно Ктубот На Секундочку До Какого Дапа Вы Дошли Еще Еще Не Дошли Ну Я Разберусь Вы Дошли Уже Очень Хорошо И Это Какой Там Интересный Вопрос Дов Гэй Намудалыш Мудбет Сказано Так Сказал Робин 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 Розов Почему Пальцы Человекоподобны Как колышки Почему Они Как бы Утончаются В конце Как колышки Человекоподобны Шим Шим Шмя Адам Довар Шей Ну Агун Шим Шмя Шмя Такой Недастой Недастой Пальц Засыл Молвуш И Не Услышал Дальше Говорится Еще Одна Вещь Тан Робин Аль Яшми Адам Ле Узнал Дворим Птейлем Шейн Бешен Нех Вот Хила Ле Ворим Шек Не Слушал Тут Не Говорится Вещах Запрещенных Есть Понятия Разговоры Запрещенные Злословия Есть Много Очень Много Разговоров Запрещенных А есть Разговоры Незапрещенные Но Они Пустые Бессмысленные Понятия Дворим Птейлем Это Вещи Бессмысленные У них Нет Толку Говорится Такая Аль Яшми Адам Ле Узнал Чтобы Человек Не Не Слушал Своим Ушам Слушать Дворим Птейлем Пустые Вещи Почему Значит Они Не Хват Хилалы Ворим Они Обжигаются Раньше Всего Другого Сил Хавиц Хайм В книге Шмина Туда шел он Что месяц Веду Допустим Есть Пожар Не дай бог Вне дома Вот Дом там Каменный Такой Огорожен Весь там В одном Месте Есть Вход В дом Там Может Огонь Пройти В первую очередь Сжигает То Что На входе Потом И все Остальное В принципе Пустословие Болтовня Человек Всего Выбор Разрушает Но Так Эта болтовня Человек Справит Через Уши То Уши Тогда В первую очередь Что тут говорится Во-первых Говорится Одна Очень важная Вещь Что Просто Болтать Бессмысленно Это плохо Есть Несколько Молодых Молодоженов Можно Разговорить Женой Вещь Не очень Можно Это Не Дворим Птель И Детьми Но Есть Такое Понятие Человек Обшел Что Его Обрадует Его Утешит Нет Это Не Пустословие Но Есть То Что Называется Пустословие Каждый Так Попер Точно Что Я имею Ввиду Бессмысленно Это То Что Разрушает Нас Давайте Просто Поймем Мы Уже Говорили Сегодня Что Реально Сила Слова Она Чрезвычайно Велика Это Касается И Говорить Слова И Служать Слова Это Та Великая Сила Это Давало Всевышнего Чтобы И Чем Он Выделил От Животных И Сделал Нас Подобным Всевышнему Это Небеш Марла Ру Ахайя Живой Дух Говорящий Человек Берет Драгоценный Аппарат Через Тор Может Приблизиться К Силучшему Максимально Через Тор Через Молитву И Так Далее И И Использует Его По-русски Современно Закон На И Копается В Помоях О Я просто К чему Это Сейчас Говорю Понимаете Мы Сейчас Говорим О вещах Принципиальных Что Говорит Веснат Шарим Что Должен Убирать Преграды Оделяющие Между ними Всевышний Одна Из Преград Больших Это Это Бессмысленная Болтовня Бессмысленная Болтовня Это Вещь Болтать Люди Очень Любят И Не только Женщины И Не только Женщины Я Дам Просто Один Маленький Совет Маленький Совет Я Учился 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 У Прямую Мучитель Абхайм Камиль И Канон Судер Ближе К 11 Собрался Платить Домой Хотели Там Несколько Ребят Извешив Проводить Его Не Надо Вы Учитесь Вы Учитесь Но Мы Завершиво Обсудим Какие-то Темы В Талмуде По Добавец Ладебер Балимов Сказ Деврей Туран Сказ Следующая Вещь Сказ Каждому Заг Хулин Что Каждому Запрещенные Вещи Есть Соответствующая Дозволенная Вещь Есть Запрещенная Свинина Есть Рыба Мозг Который Шибута Который Мозг Это Рыба Так Вот Агрин Саровиц Завислав Славей Корабис Близко Говорил Что Есть Запрещенная Разговор Это Пустой Разговор А если Дозволенная То Того же Вкуса Это Говорит Использовать Драгоценные Дар Речи Для Что-то Хорошего Как Был Шел Один Еврей Хазаныш Хотел Себя Годить От Дурных Разговоров Из Из Прочных От Что Может Прият Для Себя Пост Слов То Есть Чтобы Он Не Молчал Кроме Молитвы И Совторы Чтобы Не Разговаривал Это Недебор Холыш Не согласился С этим Сказано Целек Добро Нам Дан Разговаривать Просто Как Просто Как Бас Лаха Продолжение следует